МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шаг не по уставу. Пограничникам не дали разгуляться в свой профессиональный праздник. Просили меньше, получили больше. Прокуратура Березняков помогла Чернобыльцу улучшить жилищные условия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Березняки пришла жара. Заметилось сегодня, что люди на улицах еще не готовы к летним нарядам. Одеты довольно тепло. А мы готовы рассказать о самых главных событиях, которые произошли сегодня в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Шаг не по уставу. Сегодня березняковские пограничники, как и все представители этого рода войск в России, отмечали свой профессиональный праздник. По ежегодной традиции, обладатели зеленых фуражек и беретов прошествовали от мемориала Победы до городского кладбища. Но, по мнению полиции, на своем пути пограничники перешли границу дозволенного. Подробности у Дмитрия Сидельцева. ЗАСТАВА ПЕСНЮ ЗАПИВАЙ Сегодня ночью все спокойно на границе Но все равно застава не смыкает глаз В любой момент ракета в небо может взвиться И в тот же час сигнал в ружье поднимет нас День пограничников в нашей стране отмечается уже в 97-й раз. В больших городах этот праздник сопровождается массовыми шествиями людей в зеленых фуражках и праздничными мероприятиями. Например, московских пограничников сегодня ждет концерт в Кремлевском дворце и фейерверк. Ура! 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 Шествие березняковских погранцов не столь масштабное, но не менее эмоциональное. И даже этой группе войсковых единомышленников сегодня не позволили разгуляться. Привычное для них шествие на кладбище по проезжей части прервали сотрудники полиции. 22 года я отмечаю День пограничников. 22 года я всегда ходил с ветеранами, все по дороге. Не нарушали, у нас все спокойно. Но традиции опять мы, получается, нарушили. Ветераны все просто обижены. Оказывается, пограничники нарушили 54-й федеральный закон о шествиях и митингах. И не подали вовремя заявку в городскую администрацию. Сегодня утром я узнала о том, что они собираются идти вот с таким шествием. Но в данном случае, как написано в законе, полиция имеет полное право их остановить и вообще их никуда не пустить. Потому что это закон. Потому что они тем со своими действиями, они могут привести к тому, что кто-то получит какие-нибудь травмы или, не дай бог, еще какой-нибудь инцидент будет. Вступать в конфликт с полицией возмущенные демонстранты не стали. Инцидент ограничился словесной перепалкой. С ними была проведена профилактическая беседа. Они были направлены по тротуару. Для того, чтобы не было нарушения правил дорожного движения, мы их не пустили на проезжую часть. С силами полиции мы сопровождали данных граждан, их было от 15 до 20 человек, до городского кладбища. На последнем отрезке пути пограничникам все же удалось восстановить традицию. Отсутствие тротуара возле кладбища позволило им пройтись по проезжей части. Участники шествия возложили цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и разошлись поминать своих боевых товарищей. Ну а чем продолжится? Сейчас вот ребята на кладбище побудут, а потом, значит, пойдут чисто по городу. По городу, сами по себе, кто на маршрутках, кто куда. И потихонечку там посидят, там посидят. Насколько мирным было продолжение праздника, мы узнаем из завтрашних полицейских сводок. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов, Лев Собуров. Новости на ТНТ. А прокуратура Березняков помогла ликвидатору аварии Чернобыльской АЭС улучшить жилищные условия. Чиновники предлагали мужчине жилищный сертификат на 300 тысяч рублей, но в итоге выдали на 2 миллиона рублей. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной станции. Это самая крупномасштабная катастрофа за всю историю атомной энергетики. Тогда эвакуировали сотни тысяч жителей, прилегающих к ней районов, а со всего Советского Союза в Чернобыль съехались люди, чтобы ликвидировать последствия аварии. Через себя это пропустили. И ущерб здоровью ощутил. Мне люди приходят, уже им не надо объяснить, что случилось. Все это знаю, видел. Константин Пикетов – один из тех советских парней, отправившихся на ликвидацию аварии. Побывал в самом эпицентре событий, положив на одну чашу весов свое здоровье. На второй нашел лишь мизерную пенсию. Сегодня он председатель Березняковского отделения общественной организации «Союз Чернобыль» и инвалид второй группы. Нас никто не спрашивал, хотим мы – нет. Мне вот домой лично принесли вечером, уже после работы я пришел, принесли повестку. Завтра утром явиться в военкомат с паспортом, с военным билетом. Константин был приятно удивлен тем, что одному из его товарищей по несчастью удалось выиграть суд и получить деньги на улучшение жилищных условий. Чуть более двух миллионов рублей чиновники выплатили ликвидатору аварии неделю назад. Много лет мужчина стоял в льготной очереди и лишь после совместных действий прокуратуры города Березняки и администрации деньги из федерального бюджета были выделены. Дело у нас было назначено к рассмотрению на 22 число. А 20 числа в торжественной обстановке нашему гражданину Министерство строительства Пермского края выдало жилищный сертификат. В связи с чем прокурор был вынужден отказаться от иска в связи с добровольным удовлетворением исковых требований в досудебном порядке. Сам Чернобыль, содержавший триумф над чиновничьим аппаратом, поделиться своей радостью не пожелал и решил остаться за кадром. Что ж это его право, также защищенное законом. А самую главную мысль от лица всех чернобыльцев сегодня сказал один из них. Государство вообще разбрасывается людьми, которые честно выполнили свой долг, исполнили, пообещав сначала им вот эти вот всякие блага и потом обманывая. Оно рубит под собой сук. То есть в следующий раз, не дай бог, если что случится, люди уже подумают лишний раз, идти или нет. Елена Суханова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Между тем пожарные приводят угрожающую статистику. С начала этого года на территории Березняков и Усольского района зарегистрировано 32 пожара, в результате которых погибли 5 человек. Двое получили травмы. 75% пожаров произошло в жилых помещениях горожан. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, неправильный монтаж и эксплуатация электроприборов и электрооборудования и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Стоит отметить, что в текущем году сгорело уже 6 автомобилей. Так на днях в ночное время во дворе дома на Юбилейной в результате короткого замыкания в электропроводке моторного отсека загорелся автомобиль «Лада Калина». Пожар был ликвидирован огнеборцами через 10 минут после сообщения. Для тушения было задействовано 2 единицы пожарной техники. Для избежания таких случаев необходимо помнить, что ремонт и установку дополнительного оборудования необходимо производить в специализированных автосервисах, имеющих лицензию. Продолжу выпуск. Опыт против молодости. Сегодня в районе Новожилова прошли соревнования между полицейскими профессионалами и будущими правоохранителями из 29-й школы. Как эстафетная палочка помогает передавать эстафету между поколениями, расскажет Дмитрий Сидельцев. Школа номер 29, к эстафете готово. Приступить. Эти ребята, хоть и учатся в специализированном классе будущих полицейских, до стражей порядка им еще далеко. И по возрасту, и по выправке. А сегодня настоящие полицейские решили преподать им мастер-класс в силе, ловкости и меткости. Я думаю, что они подтянутся за нами, посмотрят, как это служить в полиции. Тем не менее, это не только борьба с преступностью и охрана общественного порядка. То есть мы также умеем и спортом заниматься. И мы показали, что такое прикладной вид спорта сотрудников полиции. Опыт сотрудников полиции в собственном прикладном виде спорта подтвержден неоднократными выступлениями на краевых соревнованиях. Стрелять, переносить раненых и боеприпасы для них дело привычное. Ну, нам сказали, что они мастера спорта, и мы боялись с ними соревноваться. Мы готовились, там, на физкультуре. Еще все, кто ходим, стреляем. Вот и получилось, без промахов. Но, как говорится, у страха глаза велики. Даже профессионалы подтвердили, что у школьников уже сейчас довольно серьезная физическая подготовка. Девчонки и мальчишки очень сильные достаточно соперники. Они молодцы. Они бежали буквально рядом, по пятам шли за нами. Итог соревнований решил последний этап – стрельба из пистолета. Один неудачный выстрел стоил полицейским трехсекундного штрафа и упущенной победы. Выиграла школа номер 29 с результатом. 65, второе место заняла команда полиции 658. Этот мирный поединок настоящих и будущих полицейских не последний. В рамках проекта «Наставничество» обе команды должны будут провести презентации на правовую тему в школе или детском саду. А затем команды вновь встретятся в Новожилове на турнире по пейнболу. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А Пермский государственный национальный исследовательский университет открывает три новых направления подготовки бакалавров и четыре программы для магистров. Уже в сентябре студентами ПГНИУ станут будущие специалисты в области перевода с двух языков, создания новых материалов, логистики и международных отношений. Факультет современных иностранных языков и литератур с 2015 года будет готовить специалистов, владеющих сразу двумя европейскими языками и обладающих педагогической подготовкой. На химическом факультете пройдет первый набор на направление химия, физика и механика материалов, выпускники которой станут разработчиками технологий создания современных материалов. Экономический факультет примет студентов на направление торговое дело, где будут готовить специалистов в области коммерции и логистики. Как отмечают на факультете, студенты приобретут не только теоретические знания в различных сферах экономики, но и получат возможность прямого взаимодействия с бизнесом и стажировок за рубежом уже на первом курсе. Помимо направления бакалавриата в Пермском университете открываются и новые программы для магистров. Так в этом году механико-математический факультет объявил о наборе по направлению математика, физический по направлению радиоэлектроника. Историко-политологический будет обучать магистров в области международных отношений, а философско-социологический факультет по направлению искусства и гуманитарной науки. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждут прогноз погоды и очередная серия проектов «Будь в теме», обязательно посмотрите. А я прощаюсь, с вами была Елена Вавилова, всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. В Березниках 29 мая облачно, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 16-18 градусов, в дневные часы около 30 тепла. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба, ветер юго-западный 3,8 м в секунду. В пятницу солнечная активность низкая, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена центром ФОБОС.